Что такое психологическая травма? Это не просто ужасное событие, хотя и это тоже. Ужасное событие, которое не было должным образом отрефлексировано, понято и раскрыто. И из-за пренебрежения оно способно бросить очень длинную тень на весь наш жизненный путь. И мы этого не заслуживаем. Понятие психологической травмы впервые было введено в контексте боевых действий. Давайте представим, что однажды ночью мы просыпаемся в стране, раздираемой гражданской войной. С улицы доносится звук автомобильной сигнализации, а через несколько секунд нас оглушает мощный взрыв. Во дворе руины, а в соседних комнатах убитые члены семьи. Мы погружаемся в горе, но вынуждены продолжать жить. Не в состоянии адекватно осмыслить или должным образом оплакать случившееся, мы вынуждены уйти от ужасного опыта с судьбоносной поспешностью, с недостатком эмоциональной ассимиляции, а нежеланные воспоминания о кровавом ужасе и утратах остаются. Последствия выглядывают из-за спины, демонстрируя скрытое присутствие, которое мы и называем психологической травмой. Это значит, что в предстоящие годы, десятилетия, даже в самых спокойных условиях, всякий раз, когда мы слышим автомобильную сигнализацию или вообще любой высокий звук, например, звонок прибывающего лифта, нас таинственным образом, по причинам которых не понимаем, бросает в то самое паническое состояние. Как будто тысяча тонн тротила вот-вот снова разорвет жизнь на до и после. Как бы ужасно это ни было, психологи выяснили, что психологическую травму можно запросто получить в, казалось бы, мирных обстоятельствах. Нам не нужно пролезать через горнила войны, чтобы стать травмированными во всей полноте смысла этого слова. Представьте себе шестилетнего ребенка, который плохо сдал тест по математике и принес домой плохую оценку. Его отец, что слишком много пьет и, возможно, борется с депрессией и паранойей, впадает в ярость, кричит на свое дитя. Его отец, что слишком много пьет и, возможно, борется с депрессией и паранойей, впадает в ярость, кричит на свое дитя, бьет посуду и хлопает, хлопает, снова хлопает дверью. С точки зрения шестилетнего ребенка, это настоящий конец света. Нет другого пути осмыслить ситуацию, кроме как взять на себя ответственность за произошедшее. И как следствие стать ужасным человеком. И отсюда развивается травма. Так начинается путь сосредоточения на ошибках. Каждый промах такого человека грозит вызвать эмоциональную детонацию у окружающих. Уже став взрослым, каждый раз, когда есть риск ошибки, появляется и страх, что кто-то придет в бешенство. Теперь каждый ужасен, потому что был один особенный человек. Мы о нем давно перестали думать и вычеркнули из воспоминаний, но продолжаем иногда испытывать тот самый мороз по коже. Решение в первом и втором случае состоит в том, чтобы получить лучшее представление о породивших трудности инцидентах. Чтобы отвлечь ум от его ожиданий. Понимание, что мы имеем дело с психологической травмой, а не с реальным, оправданным страхом, заключается в масштабе и интенсивности чувств, которые опускаются в условиях, когда для них нет объективного объяснения. Мирное небо над головой, коллега доброжелателен, но все же ужас близится. Еще есть отвращение к себе. Еще есть стыд. Мы понимаем, что имеем дело не с глупостью, не безумием и даже не с настоящей опасностью. Это не отработанный инцидент из прошлого. Он отбрасывает иссушающую тень на невинное настоящее. У надломленных людей память об основополагающем инциденте засела внутри, но разум сознательно уклоняется от болезненного контакта. Хорошо, что мы можем нейтрализовать его посредством рационального исследования. Когда мы, наконец, сможем чувствовать себя достаточно безопасно, набравшимися уверенности, и оглянемся назад, мы сможем увидеть травмирующий момент таким, какой он был, вне нашей первоначальной паники и наших поспешных или нелогичных выводов. Это была не наша вина. Мы не сделали ничего дурного. В нас нет греха. Освобождение лежит через понимание специфических, локальных и относительно уникальных особенностей того, что нас травмировало. А после осознаем, как наш ум умножил трудности, сделал их всеобъемлющими. Он защищал нас от встречи, с чем мы не сможем справиться. Но теперь это по силам. Мы поймем, это был взрыв, что разрушил окрестности, и что, как бы ужасно это ни было, нет причин, чтобы все эти высокие звуки пугали нас. Точно так же был один отец, который кричал на нас за то, что мы сделали ошибку, когда мы были крошечными. Но не каждый, кто имеет власть над нами, желает нас уничтожить. Бесчисленные ситуации будут пугать до тех пор, пока отдельные инциденты не будут осмыслены со всей добротой и воображением. Как следует ухватить реальные события в когтях нашего рационального взрослого ума и лишить его тайны. И мы сможем репатриировать чувство страха и сделать мир менее нервирующим, чем он сейчас кажется. Жизнь перестанет быть такой ужасной, как только мы соберем кусочки разорвавшейся бомбы внутри нас. Озвучил Инкор Кадет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok